Спортивная школа номер 10 превратилась на один день в Олимпийскую деревню Анапского масштаба. Лучшие спортсмены привезли свои кубки, медали и показательные выступления, чтобы подвести итоги спортивного года 2014. От золотых и серебряных наград зал сиял. Детей и взрослых угощали полезными кислородными коктейлями. Рисовали спортивную атрибутику на лицах болельщиков. В другом углу зала интерактивные спортивные соревнования. Студенты и школьники подтягивались на брусьях, отжимались и разбирали оружие на время. На трибуне почетные гости. Председатель совета депутатов Леонид Кочетов, заместитель главы курорта Сергей Козлов, председатель совета ветеранов Анатолий Гапонов и другие. Вспомнили главное событие года – Олимпийские игры, где анапчане проявили себя сильными и ловкими. Это замечательное событие не только в жизни нашего города-курорта Анапы, в целом страны. Это событие, связанное с проведением Олимпийских игр. Именно местом выбрано – это Краснодарский край, город Сочи. Как бы ни было, но наше муниципальное образование немаловажную роль сыграло не только в подготовке этих игр. Благодаря нашему главу города-курорт Анапы Сергею Павловичу Сергееву были, по сути дела, такие созданные условия, напряжение такое, подготовки. Конечно, это заслуживает особого внимания и более того, это огромный труд всего населения города. Олимпийские чемпионы вырастают из обычных мальчишек и девчонок. Старшее поколение гордится юными спортсменами Анапы и большое дело делают наши детско-юношеские спортивные школы, потому что именно с них начинаются олимпийские чемпионы. И мы горды тем, что они принесли спортивные славы Анапы. Поэтому этот праздник должны, как сказать, прочувствовать все анапчане, видеть это должны. И стремиться отдать, как вот нам на обходе дали табличку, запиши будущего чемпиона детскую спортивную школу. Поэтому удачи нашим спортсменам. В гала-концерт открыли танцоры коллектива «Сити Джаз» и «Забава» номером «Так молоды мы». И начался аппарат достижений спортивных школ. ЮСШ номер один подготовила в этом году пять мастеров спорта России, сорок кандидатов мастера спорта, одного мастера спорта международного класса, сто перворазрядников и более тысячи спортсменов массовых разрядов. ЮСШ номер три открыла новые отделения – бокс и кикбоксинг. В школе обучается девять кандидатов мастера спорта, сорок четыре имеют первый разряд и пятьдесят четыре массовый. ЮСШ номер пять в этом году набирала учащихся на занятиях рукопашным боем Ушу Тхэквондо. Воспитанники ЮСШ Виктория в краевых и российских соревнованиях завоевали 291 медаль. Подготовлено шесть кандидатов мастера спорта, шесть перворазрядников и 312 человек получили массовый разряд. В Виктории проведен ремонт спортивных залов, школа стала участником программы «Доступная среда». Детям с ограниченными возможностями стало легче перемещаться по спортивной школе. ЮСШ номер семь вырастила за год одного международника, семь мастеров спорта, 34 кандидата и 123 перворазрядника. В ЮСШ Олимп также отремонтированы залы. Учащиеся привезли с разноуровневых соревнований 54 медали. ЮСШ номер четыре ежегодно комплектует своими воспитанниками сборную России под дзюдо и самбо. Спортсмены ЮСШ номер шесть в этом году победили на открытом турнире края по казачьему и по армейскому рукопашному бою. На счету ЮСШ номер десять за год 99 медалей. Почти сотню наград ребята привезли со всероссийских, краевых и муниципальных соревнований. Подготовлено пять кандидатов мастера спорта и 15 спортсменов массовых разрядов. Спортсменов, тренерский состав, руководители школ отметили благодарственными письмами главы курорта Сергея Сергеева и подарками. А напчанам есть чем гордиться. Первое место в чемпионате Европы по тяжелой атлетике Олега Чена, который завоевал еще и серебро на чемпионате мира. Третье место в первенстве Европы по самбо Савве Каракизиде. Золото со спартакиады молодежи России Зарины Бабиньян. Второе место на первенстве Европы по самбо Татьяны Селедковой. Победа во всероссийских соревнованиях морская миля по плаванию Александра Сидорова. Евгения Миновщикова победила в чемпионате России по спортивной гимнастике. Сборная города по хоккею среди любительских команд стартовала с первого места. Без единого поражения открылся футбольный клуб Анапа и по итогам сезона занял третье место. Отличный старт. И это далеко не все победы анапчан. Кроме того, спорт – это красиво. Около пяти миллионов рублей потрачено на восстановление материальной базы спортивных школ и площадок. Отремонтированы залы, построены новые спортплощадки. Спорт в Анапе развивается семимильными шагами. А это будущее. Здоровые дети и гордые родители. Медали, кубки и здоровая страна.